Еще раз здравствуйте, меня зовут Алика Юрченко, и сегодня мы будем говорить о пути к здоровью. Как укрепить, как восстановить наше здоровье, и сегодня первый день нашего двухдневного интенсива. Сегодня мы поговорим о том, с чего начать путь к здоровью, и что надо сделать для того, чтобы начать вести здоровый образ жизни и укрепить свое здоровье. Сегодня у нас будет более теоретический вебинар, а во вторник у нас будет практический вебинар, где я буду давать больше практической информации. Я приготовила сегодня для вас красивые картинки, как обычно. Надеюсь, вам все понравится, все будет наглядно. Укрепление здоровья шаг за шагом. В этом программе я расскажу о системе, которая помогла мне вернуть свое здоровье. И также эту систему я испытывала уже на многих людях, кто обращался ко мне с проблемами со здоровьем, и, в принципе, на каждом человеке это сработало. Я не знаю ни одного человека, который бы, используя шаг за шагом эту систему, не смог крепить свое здоровье. Не работаю только с теми, кто ничего не делал. Кто послушал, покивал, поулыбался и пошел дальше вести тот образ жизни, который он до этого вел, ничего не меняя в своей жизни, ничего не меняя в своей голове. Если делать, если следовать этим рекомендациям, то результат не заставит себя долго ждать. Итак, что же такое здоровье? Здоровье – это состояние физического, психического, социального благополучия, высокая трудоспособность и социальная активность человека. Это понятие было дано Всемирной организации здравоохранения. То есть здоровье – это не просто наше самочувствие физическое, не только здоровье нашего организма, а это такое полное, комплексное, обширное понятие. Потому что здоровье, если человек здоров физически, но, скажем так, нездоров душевно, его уже здоровым не назовешь. Если у него какие-то психические проблемы, социальные проблемы, тоже такой человек, он не полностью здоров. Полное здоровье, оно включает вот такое широкое понятие. Вот, в здоровом организме не нарушены строения и функции органов и систем. Некоторые из вас подумают, у меня вот все, строения уже, функции органов и систем нарушены, вот там у меня печеночка проблемная, там вот у меня камушек, да, в желчном, там у меня вот слегки, все в порядке. Ну, все, я как бы нездоров, и здоровье мне уже не видать. Ничего подобного. Все восстанавливается, это вопрос только времени. Если организму дать необходимые условия для его регенерации, он сам все восстановит. Наш организм – это самовосстанавливающая система. При хороших условиях он сам способен восстанавливаться, если ему не мешать. Мы же часто просто мешаем ему восстанавливаться. Дальше. Здоровый организм способен приспосабливаться к действию разнообразных факторов, в таком, как физической нагрузке, тепла, холода и других, и сохранять свою стабильность. Что это значит? У здорового организма крепкий иммунитет, и если он попадает в эти экстремальные условия, он их спокойно переживает, да, как-то подстраивается, и после этого нет болезни, то есть человек не начинает заболевать. Это вот понятие здорового организма, это то, к чему мы с вами стремимся. Как вы считаете, сколько видов здоровья есть? Первое – это физическое здоровье, которое понятно многим. Когда как раз таки по словам здоровья, многие как раз воспринимают физическое здоровье. Это естественное состояние организма с нормальным функционированием всех его органов и систем. Если хорошо работают все органы и системы, то весь организм человека правильно функционирует и развивается. Если что-то нарушено, то уже идут сбои. Физическое здоровье – это когда весь организм полностью правильно функционирует. Следующий вид здоровья, который есть, это психическое здоровье. И причем, представьте, вы можете влиять на свое психическое здоровье. Психическое здоровье зависит от состояния головного мозга прежде всего. И оно характеризуется уровнем и качественного мышления, развитием внимания и памятью, степенью эмоциональной устойчивости и развитием волевых качеств. И я знаю много случаев, когда подпитывая мозг, принимая специальные травки, специальные лецитин и прочие вещи для усиления работы мозга, витамины, люди, у них развивалась память, у них улучшалось качество мышления и развивались волевые качества. Если у вас, вы чувствуете, что у вас вы немножко как бы подтормаживаете, да, у меня у самого было такое состояние, когда я переработаю, там как-то не очень брежно отношусь к твоему организму, и я начинаю немножко умственно подтормаживать. Тут я понимаю, что стоп, надо что-то делать, надо что-то принимать, надо дать пищу для своего мозга, надо дать ему отдохнуть, чтобы дать ему возможность восстановиться. И если ему создать хорошие условия для нашего мозга, да, если кушать правильную пищу, которая дает энергию нашего мозга, то наш мозг, он начинает лучше работать, и мы лучше справляемся со стрессом. Очень многое зависит от того, в каком состоянии наш мозг. И мы можем контролировать это, это в наших силах. Вот представьте, да, как интересно. Следующий тип здоровья – это эмоциональное здоровье. Эмоциональное здоровье. Вот кто слышал это понятие? Вот если кто-то еще появился в чате, если кто-то нашел, как писать в комментарии, напишите «Я». Кто знает, что такое эмоциональное здоровье? Если вы знаете, напишите «Я». Да, вот. Ну, у меня уже подсказка написана, на самом деле. На самом деле, эмоциональное здоровье – это тоже очень важная составляющая. Это способность, сказать кратко, способность управлять своими эмоциями, способность их осознавать и уметь с ними справляться. Вот. Это очень важное такое качество, которым очень немногие люди, из тех, которых я знаю, обладают, но на самом деле этого можно добиться. И если вы можете справляться со своими проблемами, если вы можете справляться со своим чувством гнева, страха, грусти или стресса, вы считаете эмоционально здоровым человеком. Если же вы раздражаетесь по пустякам, да, значит, ну, вы не совсем здоровы. Но это тоже можно исправить. Вот. Более полное. Эмоциональное здоровье – это знать и принимать свои чувства, а не отрицать их. Быть оптимистом. То есть представьте, вот люди, да, с негативным образом мышления, да, с негативными мыслями, они эмоционально нездоровы. Не рассказывайте им об этом. Это много интересного о себе узнаете. Вот. Эмоционально здоровый человек может выражать свои чувства свободно и управлять чувствами эффективно. Также эмоционально здоровый человек может выражать эмоции надлежащим образом, адекватно. То есть как бы смех без причин, да, вот есть поговорка «признан дурачин». То есть надо вот эмоционально здоровый человек, он понимает, где эта эмоция уместна, а где неуместна. И может как-то ее вот, ее проявление немножко сдерживать. Также эмоциональное здоровье – это умение справляться со стрессом в оптимистично-позитивной форме. То есть не давить себе это все, а именно стараться найти хорошее в любой ситуации. И наслаждаться жизнью, несмотря на разочарование. Вот. Это основа эмоционального здоровья. А теперь я хочу перейти к фактам, которые влияют на здоровье россиян. Тоже по мнению ВОЗ, причем эту статистику они выбрали за, не помню, какой, где-то в 80-х годах они провели исследование жителей России, и они пришли вот к выводу, что вот такие вот факторы влияют на здоровье россиян. На первом месте у нас это генетические факторы. 15-20% – это предрасположенность к наследственным болезням. Причем что это такое, да, вот я не говорю про генетические серьезные нарушения, которые вот есть, да, это бывает у очень небольшого процента населения, и как бы здесь уже, ну, мало что можно сделать. Но есть болезни, которые передаются по наследству. То есть, если там у кого-то в роду был рак, значит, вам должно быть осторожным и уже как бы смотреть за собой. И на самом деле это не столько генетическая предрасположенность, как многие болезни, просто их провоцируют микроорганизмы, которые в нашем организме, всякие там вирусы, бактерии и прочий, прочий вот этот набор. Он передается от матери к дочери, и если будет слабый иммунитет, то просто организм может в итоге выдать эту болячку, да. На самом деле очень многие, очень многие болезни, они как раз-таки происходят от скрытых инфекций вирусов, бактерий, грибков. Они чаще всего как раз-таки являются виновниками многих болезней. Тут же вот сейчас выяснилось, что язва желудка, она вот вызывается бактериями, да, кто бы мог подумать, а вот оно вот так вот. Вот, и скажите, пожалуйста, можно что-то сделать с наследственными болезнями? Вот, как вы думаете, если у вас есть какая-то предрасположенность, вы можете как-то повлиять, если вам уже суждено, вот если у вашей мамы была болезнь, значит, у вас она тоже точно будет, потому что если у бабушки была... Да, конечно, конечно, Оксан, можно повлиять. Абсолютно верно. Если вы знаете, что у вас в роду у всех проблема сердца, вы просто с юного, вот там, ну, не совсем с юного, да, мы чаще всего о здоровье начинаем заботиться с 30, с 40, просто начинайте укреплять свое сердце, заботиться о своем сердце, да, о своей сердечно-сосудистой системе, пить тот же Q10, да, если у вас еще сердцем все хорошо, ну, чтобы было еще лучше, так как вы знаете, что у вас есть слабое место, его надо укреплять. Да, если там у вас в роду проблемы с венами, то же самое, просто делайте профилактику этих болезней, постарайтесь сделать все, чтобы у вас это не появилось, это в ваших силах. Так вот, генетические болезни, они как раз таки стоят всего 15-20%, очень небольшой процент от общего, да. Следующее, состояние окружающей среды влияет на наше здоровье на 20-25%. Это загрязнение воздуха, загрязнение почвы. Да, сейчас все говорят, вот, сейчас вот плохая вода, сейчас плохой воздух, сейчас вообще вот везде нас всех травят, поэтому мы все больные, потому что у нас плохая экология. Но именно экология, окружающая среда, она зависит на наше здоровье на 20-25%. Тоже довольно небольшой процент. Следующее, это медицинское обеспечение. Вот медицинское обеспечение 10-15%. Это неэффективность профилактических мероприятий, несколько качества медицинской помощи и несоверенность ее оказания. Но все же тоже медицинские ошибки. Очень часто бывает, что ставят не тот диагноз, не то лечат, и в итоге как бы бывает, что все очень плачевно заканчивается, да. Вот. Но тоже составляет всего 10-15%. Но 50-55% на наше здоровье влияет условия и образ жизни. 50-55% это то, на что каждый из нас может повлиять. Если мы не можем предупредить, да, наличие у нас каких-то наследственных болезней, мы можем как-то сделать, да, чтобы они не развились, поддерживаясь на этой проблеме, да. Если мы не можем повлиять на состояние окружающей среды и на медицинское обеспечение, мы можем, мы в состоянии 55%, это большая часть, на 5% больше, да, вот есть больше половины нашего здоровья, зависит от условия и образа жизни. Вот, что именно влияет? Курение, употребление алкоголя, употребление наркотиков. Это вот на первом месте, да. Вот эти вредные привычки, они очень сильно забирают наше здоровье. Следующее. Несбалансированное, неправильное питание, вредные условия труда, стрессовые ситуации. О каждом пункте я поговорю. По крайней мере, о тех пунктах, на которые мы с вами можем повлиять. Плохие материально-бытовые условия. Кстати, здесь я тоже поговорю, потому что среди клиентов моего интернет-магазина, в основном я сейчас с ними как раз-таки работаю, да, нет людей, которые не обеспечены, да, потому что все-таки здесь и пересылка дорогая, и продукты тоже не из дешевых, которые реально помогают для здоровья, да. То есть здесь у нас нет людей, у которых плохие материальные условия, ну, очень плохие, да, но у многих из нас, возможно, плохие бытовые условия, и мы об этом даже не догадываемся. Я позже расскажу, что это и как, и что с этим можно сделать. Следующее – это злоупотребление лекарствами. На самом деле в Таиланде многие лекарства, такие как обезболивающие, приравниваются к наркотикам. А мы же в России просто пьем эти обезболивающие бесконтрольно. И чаще мы можем пить антибиотики бесконтрольно. Вот мы болеем, да, гриппом, у нас там подруга заболела гриппом, она пошла к врачу, ей выписали лекарства, и мы те же лекарства начали тоже пить. Ну, зачем к врачу ходить, деньги тратить, да, если бы там она пошла к платному особенно. Ну, у нас здесь, в Таиланде, у нас здесь платное в основном лечение. Поэтому я часто везет такие ситуации, я просто в шоке. Она говорит, ну, как же, ну, у нас же по симптомам одно и то же, да, вот я вот пробью то, что ты приписали, а то, что разные организмы у людей, и то, что разные могут быть симптомы одни, а болезнь может быть разная. Мы об этом не задумываемся. И многие, они просто злоупотребляют антибиотиками, злоупотребляют обезболивающим, бесконтрольный прием. Чаще всего, когда у людей начинают болеть, они тут же глушат обезболивающими, и все, как бы, чтобы боль прошла, а причину никто не ищет. Это, конечно, очень печальная ситуация. Вот, ну, следующее, на то, что я, с чем я вам помочь не могу, ну, я, тем не менее, это озвучу, это непрочность семьи и одиночество. Тоже вот эта эмоциональная нестабильность из-за проблем в семье тоже сильно влияет на наше здоровье. Ну, это больше идет психосоматика, да, потому что нервная система наша, она тоже, она очень сильно влияет. Дальше. Низкий образовательный культуровень, уровень. Ну, с этим я тоже не смогу справиться. Не в рамках этого курса. Вот. Так что, хотите быть здоровым, больше читайте. Больше читайте, посещайте культурные места. Черезнерно высокий уровень урбанизации. Сюда входит и слишком часто отсутствие, отсутствие движения, да, потому что в городе все передвигаются на машинах, все передвигаются на каком-то транспорте. Плохой воздух, отсутствие деревьев, то есть как бы все вот тут, жизнь в большом муравейнике, она откладывает тоже свой отпечаток, тоже вгоняет в состояние стресса, и в итоге это тоже приводит к проблемам со здоровьем. Итак, задумайтесь над фразой. Искусство продлит жизнь, это искусство не укорачивать ее. То есть, представляете, вот, ну, так просто, да, просто не укорачивайте ее, и все будет хорошо. Наша проблема в том, что мы сами укорачиваем свою жизнь, своим образом жизни.